1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 так так 1 2 3 4 5 я иду тебя искать о один человек присоединился как обычно у меня типичный стандартный вопрос если звук скажите пожалуйста 1 2 3 1 2 3 даже не прячу микрофон думаю может быть он лучше будет работать если его не буду прятать под футболку есть звук надеюсь что есть все я начинаю я буду стараться очень быстро потому что как-то стремительно несется время прежде всего дорогие друзья хочу пожелать вам доброго вечера усаживайтесь пожалуйста поудобнее и я хочу прежде всего извиниться за предыдущий эфир потому что я допустила ошибку ошибка неосознанно и расскажу вам откуда такие ошибки возникают дело в том что но вы знаете что у нас есть каталог есть он на полгода до выходит есть программа на выходит на месяц можно иногда до дней подумать долго а есть информация к определенной неделе которую нам присылают примерно в 4 часа вечера а и фирмы должны делать в 6 часов вечера при этом продумав приготовив всю программу и конечно приготовив все образцы и дело в том что мне на стол попал неправильный образец я везла из дома честно клянусь свою кастрюлю 7,6 литров которые уже около 15 лет и вся посуда которую я показываю в своих видеофильмах видеороликах это все посуда старой коль нос как бы старые закупки этой всей посуде около 15 лет на самом деле это посуда которая у нас стоит вот на этих шикарных витринах за экраном вы этого пока не видите на я иногда делаю такие видеофильмы это все посуда которые вот уже вну более десяти лет где-то там 15 17 12 14 так далее вот и мне на стол попал не тот образец и поскольку у нас вся рига перекопана у нас жуткие пробки плюс у меня дети которых надо отвозить развозить я прилетела за пять минут до начала эфира и да я виновата перед вами я не проверила что это кастрюля другая а я как не знаю кто как я о чем в что вижу а то мы пою я все очень люблю я никогда даже не рассказываю про изделия которые я не люблю я могу просто их например пропустить такие чуть-чуть чуть-чуть но такие изделия существуют вот я увидела эту кастрюлю ну и рассказываю так как рассказываю это что я ее сравнивала с миской горой смотрите какая ну объем такой не отличается так часто бывает в топливаре что вы не верите своим глазам что вот объем он действительно такой мы очень часто с девочками спорим и с мужем со своим я постоянно спорю что да не же здесь нет вот 470 миллилитров здесь всего лишь 250 в общем мы начинаем спорить но 470 здесь я на самом деле просто стаканчик вот такое бывает поэтому простите пожалуйста мы все люди мы не роботы мы ошибаемся бывает ошибаемся в размерах встречаются ошибки в буклетах встречаются ошибки на нашем сайте поэтому конечно я прошу прощения вашего и благодарю всех тех кто очень внимательный внимательно смотрит эфиры и поправляет нас спасибо вам большое благодаря вам мы быстрее замечаем эти ошибки и исправляем что касается кастрюли с какой она крышка металлической или стеклянной на самом деле как у всего в нашей жизни есть плюсы есть минусы когда крышка стеклянная тогда вы видите что у вас внутри происходит но не можете поставить ее в духовку когда у вас крышка стеклянная она случайно когда-нибудь раз за двадцать лет тьфу 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 может упасть на пол на кафельный пол например из холодильника и разбиться эти крышки конечно не падают почти не падают но в здоровой атмосфере потому что она так как бы вглубь кастрюлю садится она не падает она фиксируется так надежно в ней ну и но в принципе разбить ее при большом-большом таланте можно что касается металлической крышки до минус в том что вы не видите что происходит вы не можете подглядывать но плюс в том что вы можете поставить ее в духовку и она не разобьется считается более долговечная вот так это мои были извинения и сейчас мы перешли все плавно в 9 на 18 неделю буклет у нас был апрельский с 14 по 18 неделю и несмотря на то что по календарю мы уже уже одну неделю живем в мае но в то первое до 7 мая будет считаться еще апрельская программа и мы работаем 18 недели редко такое бывает но вот эта неделя была удлиненная обычно мы всегда железно последние там не знаю много лет закрываем неделю каждый понедельник в этот раз было какое-то удивительное исключение из правил нам позволили отдыхать в понедельник потому что у работников естественно выходной по календарю государственному а у дистрибьюторов таких выходных нет да и мы обычно работаем всегда в понедельник даже если это новый год или рождество здесь нам позволили отдохнуть и позволили закрыть неделю сегодня поэтому сегодня акцептировали приняли все заказы за 17 неделю я обещала с кодовым словом секретным словом подарить еще и подарок такой розык раз скрапис будет кто-то называет это лапстань я называю скрапис тот самый которым я размешивала фарш вот потому что очень люблю это изделие и 18 неделя она тоже у нас будет такая интересная потому что мы еще продолжаем жить вот по этому буклету здесь шикарная есть миска для теста силиконовая лопатка которую в простонародье наши девочки называют лизунок потому что она как будто бы все вылизывает и про лизунок я тоже пользуюсь эфирным временем хочу сказать опять таки потому что всегда попадаются люди которые смотрят эфир но не смотрели там 25 эфиров назад эту фишечку не обратили внимание я сейчас хочу обратить ваше внимание что в то первое миски как правило всеми класс блюд из они имеют вот такой вот округленный край да поэтому когда вам нужно вычистить миску вы используете этот край а когда вам нужно вычистить например шейкер тогда вы используете вот этот край до прямой угол используйте для вот таких всех поверхностей когда банку надо вычистить когда вот эту штуку надо будет вычищать когда вот такой вот да крем какой-нибудь там или мед сохранили переворачиваете лопатку и этой частью вычищаете это просто вам как пример того что про нашу посуду нужно слушать вот конечно же венчик усеченный тоже шикарная вещь кто-то мне говорит что это вообще лучшее изделие таппер вары вообще из всего ассортимента что есть силиконовая форма король силиконовая форма принцесса круглый круглая емкость для заморозки шикарная после тишефа даже вот эту кастрюлю как бы так сильно нахваливать не могу потому что тишеф но это лучшее из того что можно придумать было и реально от души хочу поздравить всех тех кто успел поймать жар птицу за хвост и успел себе эту кастрюлю заказать знаете мы в эти выходные очень много общались с разными друзьями и вообще как бы делились ценами на все да вот чем дети занимаются сколько стоит гимнастическая форма гимнастический обруч а сколько стоит хоккейная клюшка сколько стоит хоккейная форма а сколько турнир в хоккее стоит ну и так далее так далее плюс например сходили в ресторан оставили такую сумму что лучше бы я кастрюлю себе купила еще одно честное слово но я и так ее купила потому что я преданная собираю сыну и дочке пока такие вещи появляются как кастрюли тишеф конечно надо хватать вот сколько стоят духи например до 150 евро в среднем стоят ну такие вот дорогие хорошие духи купил поносил на себе три пшика и понял что им не нравится лучше девчонки покупайте кастрюлю с кастрюлей будете феями на кухне будет все нравится и духи никакие не понадобятся и поймете что лучшие духи это пахнуть пловом тефтельками котлетками вот такими будем мы как это ты моя плюшечка как там это сериал это было ты моя ты мой бобреночек котлетками надо пахнуть девочки в современном мире так шучу значит емкости для хранения емкости для бутербродов в антача с микки маусом ой отличный комплект не закончился же еще есть они о чем на них никто не обращает внимание а еще прозрачные емкости для хранения для универсальной для всего чего угодно серия аллегра солонки сервировочный центр очень хорошая программа для хозяйки это вы все знаете это я убираю а теперь после долгого при после долгой прелюдии рассказываю вам что есть сейчас на этой неделе на эту неделю нам добавили но с перепад выпад виртом да не просто вот так заказывай а вот не просто так если вы заказываете что-то на 30 евро из каталога из программы текущих специальных предложений из розовой недели то что осталось с прошлой недели 17 с розовой недели у нас много чего осталось поэтому пожалуйста не проговариваю это в прошлом эфире все было термос прекрасный смотрите какой чудесный вот на 30 евро чего-то заказали но допустим заказали термос тогда по одной штучке можете воспользоваться следующими акциями и предложениями этих акций всего три первая акция это one touch емкости вот такие вот но здесь морда страшно это хэллоуинская картинка еще есть оранжевая но оранжевая простите у меня дома стоит с медом я реально храню в ней мед и ну не привезла потому что уже уехали мы из дома когда узнали эти акции вот one touch емкости это те которые открываются через центр и закрываются тоже через центр и шикарно сохраняют все сладости вкусности все то что обычно выдыхается цена будет 1290 это пол цены да это 50 процентов скидка следующее предложение это тортница вот такая вот наша любимая выкручивающая ося которая меняет свой размер высоту вот и значит здесь у нее есть фиксаторы вверх и вниз когда торт по закрыли поставили тогда опускаете фиксаторы вниз и несете тортик ко мне в гости и когда тортик маленький тогда опускаете дальше и и хитрости хитрости такие у нее есть дно двухсторонние первое обыкновенное сплошное а второе вот такое с делениями и когда вы там пиццу сделали или какие-то хотите кусочки пирога довести вот кокки лики например сделали да тогда можно по секторам разложить либо же вы можете это дно тортницы использовать как минажницу оливки маслинки там бутербан маленькие канапешечки потом закрыли это все крышкой убрали и отлично все хранится но самый главный финт ушами смотрите я могу вот так повернуть вот так и и убрать и тогда этот тортница превращается в кондитерское кольцо когда вам нужно делать разные чизкейки там трата тата тата да где основа такая или желейный торт хотите такой большой сплошной сделать тогда пожалуйста можно делать так у меня есть даже видеоролик на эту тему тоже можно покопаться можно поискать может быть найдем даже его сегодня если не закончится этот товар не так делали если этот товар не закончится за пять минут номера этих изделий и третьего сейчас скажу последнего откроется через 15 минут поэтому я очень тороплюсь вам это все рассказать тортница прекрасно если девушка с руками с волшебными руками что такое я знаю третье предложение ужас вот мне нужен новый микрофон дорогая вселенная подарим мне новый микрофон значит если девушка с руками и умеет печь и не боится слова теста до некоторое магазине в заморозке которое свое своими руками приготовленное можно использовать это как шикарный подарок плюс май отмечаемый день мамы плюс выпускные плюс там дни рождения праздники лига и все прочее будет хорошая хорошее предложение в каталоге она стоит 70 70 запятая 50 сейчас за пол цены 30 евро 90 центов да почти пол цены больше больше чем пол цены так дальше следующее самое вкусное и самое такое в углу на старт внимание марш не бывает такого я такую цену не помню на это изделие прямо даже знаете ли вот бывает ангелы был как бы не веришь вообще что такое возможно в общем нашем теперь варо классическом мире мы всегда говорим классика 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 есть классические емкости есть классические там не знаю бутылки а есть классический комплект для выпечки для того чтобы все-таки девушка была минерами лоской а стала вдруг принцесса и феи на кухне и научилась очень просто делать тесто прошлый раз по моему прошлый какой-то эфир я показывала да пшик 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 сюда муку шейкере пум 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 опару слили соединили потрясли крышка сама через 20 минут открылась тесто у вас готово дальше чё с ним делать а дальше такие девочки ну на миску созрели окей миска хорошая тогда лопатка нужно ну лопаткой поперемешивали куда дальше деть это тесто что делают люди вне мира тупервара берут вот на такой стол у меня еще остров остров более-менее еще бывает почище а вот это вот вся поверхность обычно такая грязненькая особенно если у вас дома есть животные животные по ней ходят сумки мужья сюда ставят какие-то тут вот мы пакеты от молока какие-то ну вот в общем здесь все время все время такая не особо чистая поверхность получается и что делают люди берут этот кусок теста и начинают его вот тут вот жамкать до присыпая мукой и всю грязь и бактерии отсюда начинают собирать если вы даже тряпкой протираете свой стол то у вас все с тряпки все вот эта гадость она же тоже вот здесь остается попадает микро микроскоп нам всем в помощь до чтобы я такой смешной не казалось что и ужастики рассказываю ужастики рассказывать потому что так есть на самом деле вот поэтому придуман в классическом мире тупервара коврик для работы с тестом либо он же является гигиеничной поверхностью на которой вы можете работать на кухне значит коврик вот такого довольно таки большого размера и часто бывает мы делаем какие-то операции на кухне когда нам стандартные вот дощечки ну вот допустим это даже такая крупноватая стандартная дощечка до бывает у хозяек там еще меньше вот не хватает этой площади хочется посвинячить побольше вот это я бы даже сказала это даже коврик не для теста потому что тесто но не будем мы каждый день есть хозяйки каждый день что-нибудь доготовят смотрите мы мясо разделываем курицу разделываем рыбу разделываем например сейчас холодные супы надо делать вот вот ну в общем это ваша вот этот вот 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 этот прямоугольник это ваша рабочая поверхность на которую безопасно можно выкладывать продукты вот помыли огурцы кладете сюда помыли помидоры кладете сюда режете да не на коврике на коврике резать не надо он боится ножей боится мужей боится горячего вот он только вот смотрите когда вы стерками работаете да когда это все сыпется свекла упала на вашу белоснежную столешницу и и окрасила вот это чтобы не окрашивалась чтобы не испортилась чтобы мясо сукровица да с мяса не текла туда рыбу когда вот вы взяли такую тушку лосося надо ее порезать разделать подкладываете но раскладываете себе для порционирования это все на коврике да то есть работаете с мясом работаете с рыбом с рыбой потом если вы с овощами что-то делаете либо вы зелень много перерабатываете в общем все продукты через коврик должны проходить это первое основное второе когда работаете с тестом ну само собой разумеющиеся первое нельзя здесь работать с тестом потому что все микробы и и все 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 да все попадает ваше тесто все это собираете прям в тесто и пили мешочки залепили вот первое не гигиенично второе прилипает и потом вы будете ножами очищать это и все прочее и третье почему неудобно на столе раскатывать потому что с ковриком вот принес муж ваш леща какого-нибудь или там акуни просто сезон вчера открылся рыба рыбной ловли и вот но я чувствую такую вибрацию знаете со стороны рыбаков что вот все вы все очень рады щуки сейчас пошли и окуни по моему вот принес муж рыбу его давай мне быстро стол свой стол освобождая вы так хоп и за своими пелемешками переехали сюда либо когда вам надо тесто это рулет например скатали и вам его надо перекинуть форму или на противень на силиконовый коврик и вам гораздо легче все переносить с этого коврика и несмотря на время я уже заканчиваю так значит что с ним с этим ковриком еще так не так я не надеюсь что идею вы поняли смотрите когда торт украшаете свинячите же крем у вас льется по сторонам до тортик поставили ну даже вот на этой штуке но вот эта рабочая поверхность потому что потом вы взяли этот коврик и либо в раковине либо в ванне горячей горячей водой его промыли вот это гораздо удобнее чем вытирать столешницы особенно бывают такие очень капризные и дорогие бывают пористые столешницы которые в себя все вбирают эфире и еду тоже так смотрите что с ковриком значит хранить его нужно вот так вот скручивая вовнутрь почему потому что если вы делаете наоборот по незнанию то когда вы его будете раскручивать он у вас будет вот так загибаться кверху и это будет неправильно будет неудобно работать второе когда рабочая поверхность коврик тогда можно не подкладывать под низ ничего пусть он скользит вот эти современные ламинатные все поверхности они к сожалению сделали сейчас так все что коврик не присасывается вакуумом от 15 лет назад коврики присасывались ко всем нашим столам и поверхностям потому что они были пористы и когда мы всех учили что вы сбрызните вот так вот так разгладьте руками и создается как такой вакуум да и коврик прилипал действительно и не скользил сейчас этот фокус не работает потому что у нас везде вот такие вот ну глянцевые что ли монолитные искусственные поверхности вот значит чтобы он не скользил либо вы берете бумажное полотенце но это на богатом говорю вам бумажное полотенце берете 1 2 сектор 1 2 сектора смачиваете водой и вот так прижимаете когда она не скользит либо вы берете такую какой-нибудь просто тряпочку или салфеточку да что-то такое тоненькое и тоже на тряпочку либо если у кого-то есть мужская рука у нас вот я обожаю мужские руки то у нас вот такие силиконовые тряпочки в природе существуют они называются мужская рука когда вам тяжело открыть банку с горошком пробку не вытащите с просека любые пробки и все прочее чтобы не скользила чтобы не скользила миска вот так вот когда вы взбиваете что-то детскую миску поставить стакан с виски поставить чтобы не скользила и когда подкладываете эту мужскую руку вот сюда тогда тоже коврик не скользит у нас есть на складе как гаджет вот такие вот розовые на их очень очень мало можно спрашивать на месте когда получается заказ так значит рассказала что он был он не скользил здесь есть диаметры окружности когда вы знаете что у вас форма 28 сантиметров вы на это ориентируетесь раскладываете и вот у вас лепешечка пиццы прилипшая и думать а как же ее перенести перенести и вот так так подстелили силиконовый коврик перевернули вот так пумс и она все отскакивает отваливается дальше есть здесь по шпаргалки фаренгейты переводится в цельсию козы граммы миллилитры и тейбл спунда чайная ложка то 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 я это не очень понимаю люблю потому что я готовлю абсолютно на глаз но кого-то это спасает выручает дальше вот эти крестики звездочки которые здесь есть это для того чтобы вы могли ориентироваться когда вырезаете формочками что-то либо ну прямоугольный как бы в прямоугольном формате что-то переносите для выпечки туда вы пока параллельно можете открывать программу и уже начинать свой заказ делать потому что этот коврик вместо 32 евро сейчас будет стоить 1390 вот чтобы завод увидел ваш заказ заказ должен быть отправлен пока у вас что-то висит красным вы не можете отправить ваш заказ значит что-то не так отправляйте вот отправляйте вот не знаю там термос и один коврик одну тортницу один комплект да такие заказы сразу отправляете если что-то красным висит все вы не успели удаляйте и отправляйте так как есть потом будем разбираться вот плюс у нас многие девочки например бронирует себе там вот хочу пять термосов у меня хотела маша даша глаш и зина до заказали и в течение недели созваниваются с дашей глаш и зиной чтобы узнать один ты хотела ты берешь она горит нет я себе платье купила вот а а девочка тоже и забронировала поэтому у нас товар очень подвижных что-то кто-то отказывается кто-то наоборот мечтал мечтал и ах не надо мне новое платье весны нет ботинки не нужны куплю я себе любимый лучше кастрюлю так минута у меня есть так не резать посудомойки не мыть это все понятно сейчас еще про него очень важная вещь какая-то была когда ваши дети лепят рисуют творят безумие да тогда вот и пожалуйста используйте это как рабочий коврик вашего ребенка вот он положил пластилин слаймы вот это вот все и вот вот здесь он пусть рисует что хочет делать дальше я не могу говорить сейчас за все фломастеры потому что сейчас очень большая разновидность вообще всего всего поэтому ну ко всему надо относиться усредненно да есть фломастеры которые очень классно пишут по этому коврику пишут стирают пишут стирают вы можете магнитиками своими из парижа там или из египта вот так приколоть к холодильнику не к поверхне к обшивке а к холодильнику магнитиками этот коврик в принципе он может так храниться так ему очень даже хорошо будет дышать вот и можете писать какие-то заметки или что-то и губочкой стирать пожалуйста но вам он часто будет нужен я вам сейчас дала эту мысль что вот тут вот вся гигиена происходит да вот важно что коврик имеет это это важное коврик имеет гранулированную поверхность такую которая не прилипает тесто вот вот за это его все любят до что даже без муки даже какой-то вот когда тесто липкая такое еще не недодуманное да то все равно с ним очень удобно работать вот этот тандем скалка и коврик он прекрасен потому что и скалка гигиенично ничего в себя не впитывает да кстати вот про поверхности про доски кто и там я на доске раз деревянный раскатываю тесто окей но любое дерево это пористый материал и любое дерево склонно к образованию плесени а если это дерево обработали лаками то лаки токсичны и все без вся эта токсичность лаков в лаках еще есть свинец это все попадает в еду не надо чем меньше потусторонних элементов химических попадают в еду тем здоровее мы будем слава богу вот значит не прилипает к нему работать приятно храниться либо на холодильнике в развернутом виде либо на скалку вот так накручиваете и убираете куда-то у меня вот в таком ящике хранится в острове вот так можно хранить на подоконник можно за занавеску поставить кому удобно такой цены никогда не было 13 90 для него это прямо вот прямо прямо дальше смотрите сейчас будут какие-то праздники день матери знаете что рекомендую сделать такой коврик завернуть как конфету и подарить вот может быть каким-то еще журналом с рецептами или еще что-то как конфета очень классная идея и не договорила но опять вернусь потому что очень тороплюсь смотрите когда надо сделать например рулет из филе грудинки до или свинины или надо фарш берете вот фарш хорошо отбитый подготовленный раскладываете вот этот вот фарш немножко можно вот здесь вот мукой или чем-то манкой можно присыпать и раскладывайте вот эту лепешку из фарша в него вовнутрь разную начинку и начинаете скручивать так вот еще одно преимущество руле коврика в том что с ним очень здорово удобно можно делать разного типа рулетики скручивать все хорошо как силиконовым ковриком так и с этим вот это сказала это сказала про мясо и вот например скрутили в фарш там закрутили какую-то начинку шампиончики там маринованные огурчики яйца вареные перепелиные можно и переносите и вклад складываете вот сюда и вас такой получается большой такой котлета вот вообще это блюдо называется фальшивый заяц у нас для этого и желейная форма но вот это вторая второй вариант да когда на желейную форму может быть нет так много фарша и хочется более классический вариант всегда вот так вот закрутили положили запекли и вы просто сказочная фея все дорогие друзья благодарю вас за внимание на этой неделе уже совсем скоро мы увидимся с вами в новом эфире я буду представлять программу мая и те кто руководители групп я вас заклинаю умоляю прошу обратите внимание на эту возможность у каждого руководителя группы есть такая возможность при обороте группы 1500 евро и если вы приглашаете одного зарегистрированного постоянного клиента то вот этот вот эта новинка макс turbo макс забыла как называется urban макс да это портативный блендер который рубит ножами коктейли супы и мясо все на свете до делает разного типа смузи заряжается он от тоненького провода от юсб портала но потом но неделю точно работает он без подзарядки и без провода эта возможность есть только у вас пожалуйста пользуйтесь всеми этими возможностями которые дает вам наша замечательная компания до новых встреч до свидания всех люблю всех целую пока пока